Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня Надежда Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Сегодня я хотела вам показать по вашим запросам, хотела показать более бюджетный экономный вариант. Это дома от застройщиков в городе Девинпорт, который находится, я бы сказала, в середине пути между Орландо и Тампой. Как вы знаете, Тампа находится на Мексиканском заливе, Орландо в Центральной Флориде, и этот городок находится буквально где-то посерединке. Вот, значит, здесь мы сейчас просмотрим такую замечательную модель дома. Эта модель стоит 245 тысяч, как вы и просили, ниже 300. Это будет 4 спальни, 2 ванны и гараж на 2 машины. Сфер футоч, площадь дома, 1850 квадратных фут или 185 квадратных метров. Давайте пройдем. Проходите, девочки. Ему все мебелировано. Да, это модель дома. Его уже, к сожалению, купили, но нам разрешили показать, как выглядит дом, который можно построить. Здесь в основном строят под покупателем. Бывает иногда, что выходят модели уже готовые на рынок. Это, если, может быть, у какого-то покупателя не получилось купить, а дом уже построен, тогда это называется инвентарь, инвенторий. Они уже выставляют на продажу. То есть вот этот дом, у них был модельный дом, модельный дом. Его вот уже купили. Ну, давайте посмотрим, что нам предлагает этот застройщик. Давайте. А мебель входит? Мебель нет. Это стейджинг. То есть ее заберут, да? Ее заберут, да. Они просто хотят показать, как этот дом будет выглядеть меблированной. Отлично. Давайте посмотрим. Значит, здесь две спальни. Так, заглянем. Это не мастер, это не хозяйская спальня. Это две гостевые спальни, которые разделяют, которые делят в одну ванную комнату. Проходите сюда. Здесь у нас гардеробная. Да, меблированная гораздо лучше смотрится, да? Сразу можно понять, что к чему. Ну, да. Это, как и всегда, помогает понять покупателю, как будет выглядеть его дом с мебелью. Мне тоже, да. Тоже натуральный камень, да. Так, далее. Вторая гостевая спальня. Такая полностью оборудованная кровать queen size. Тоже гардеробная. Пошли дальше. Такие композиции интересные. Проходим дальше. Ох, что тут? Можно было выбирать, да? Как я понимаю, это тут же еще одна из спальн, только они здесь представили образцы пакетов. То есть у застройщиков обычно существует несколько пакетов, в которые материал можно использовать для интерьера, да, то есть для отделки дома. Вот этот пакет, он включен в стоимость. Здесь входит кварц вот двух видов на выбор, плитка вот такая и кухонные кабинеты, это эспрессо, по-моему, называется. Ну, в общем, коричневые. И вот можно выбирать, да? Да, потом, да, потом можно выбирать, это будет второй пакет. Здесь уже можно выбрать белую кухню. Подороже это будет стоить, да? Это будет подороже, да, здесь уже можно гранит выбрать вместо кварца. И будет вот такая вот плиточка, как сплаш ванных и на кухне. Получше уже так получается. Получше, но вы знаете, цена между пакетами где-то 8 тысяч. 8 тысяч. То есть, смотрите, у меня покупатель уже покупает дом здесь, сейчас начинает этот дом строить. Что он сделал? Он этот дом берет как инвестицию и будет его сдавать. То есть он не пошел с каким-то крутым пакетом, он просто взял стандартный пакет, потому что тенанты все равно, ну, как-то для них не так важно, да? Да, да, они не будут так бережно относиться к дому, как хозяин, да? То есть ремонт в доме можно сделать потом всегда после тенанта, когда они готовы будут сами сюда переехать. Через пару лет они сами хотят жить в этом комьюнити. Есть какие-то более важные вещи, которые лучше сделать, как бы лучше приобрести изначально. Например, вот в эту цену у застройщиков не входит земля, лот. Да, то есть это еще покупается в придачу к дому. Почему лот? Здесь очень зависит от того, что, например, стандартный лот за 2 тысячи долларов, он уже включен в сумму. А, окей, это стандартный вот этот вот? Вот этот будет, скорее всего, стандартный. Я так посмотрела снаружи, это будет стандартный. Не стандартные лоты, они обычно больше, и они не смотрят на соседей. Как бы задний двор, он не выходит на соседей, это обычно какая-нибудь полянка или лесок, да, ну вот что-то такое. То есть когда нет соседей сзади, этот лот будет чуть-чуть дороже стоить. Но, по крайней мере, многие люди выбирают себе такую опцию, чем белые, например, кухонные кабинеты. То есть если уже дело идет о бюджетном варианте, и они хотят где-то сэкономить, то они экономят именно на внутренней отделке, но какие-то экстерьерные качества они хотят как бы улучшить. Это то, что ты потом в будущем не исправишь и никак не сделаешь. То есть другой лот ты уже не возьмешь. А вот здесь еще второй вариант, есть второй и третий пакет, да? Да, второй и третий. Здесь уже в третьем идет, но я, честно говоря, не знаю разницу между стандартным и третьим. Это будет, это паркетная доска и ламинат. Да, это ламинат. Ламинат, и вот сразу плиточки идут. Да, видите, здесь выбор плиточек идет. На кухню. На кухне, в ванную. В ванную, да? Да. Вот здесь такой набор. В общем, можно выбирать. И это еще будет подороже, соответственно. Это будет подороже, чем пакет один, пакет два подороже, и это тоже будет подороже. Здесь, в этой модели, какой пакет? Если здесь пакет. Здесь, честно говоря, я думаю, что здесь второй пакет. Второй, да? Смотрим на пол, сейчас попробуем разобраться. Мы немножко прошли постирочный пол. Ой, надо показать. Хорошего размера, просто, нужно. Да, кстати, да. Для такого небольшого дома. О, здесь еще можно что-то складировать, поставить полочки. Да, очень даже хороший размер. Так, а здесь у нас... Здесь у нас кондиционер. Центральное кондиционирование. Все, тоже что-то можно поставить. А так, вот еще у нас тут есть одна такая комнатка, тоже гардеробная, да? Здесь что-то повесить. Перед входом очень хорошо. То есть, можно свои вещи положить. Почему я думаю, что это второй пакет? Потому что в первом пакете вот эта гостиная зона уложена ковролином. Понятно, понятно. Я сказала, что это, скорее всего, второй пакет, потому что я вижу, что здесь сплит лежит. Чуть-чуть получше. Ну да, обычно же модели делаются все-таки с большим пакетом, да? Обычно. Ну, когда как. Когда-когда. Да, выбирают, может быть, одна модель стандартный пакет, вторая модель обновленный пакет. Просто на данный момент у них другая модель тоже ушла. Как бы уже люди даже заселились, которые я недавно видела. Разбирают горячие пирожки. Да, здесь вообще разбирают очень горячие пирожки. А вот конкретно этот дом, входит в него все, ну, в плане вот лот, вы сказали, входит, да? Скорее всего, это стандартный вход, то есть лот, земля включена. Да. Потому что в предыдущем видео нас спрашивали, входит ли туда земля в том предыдущем доме. Земля входит вообще. Если вы покупаете сингл хаос, земля не входит, например, если вы покупаете в комьюнити 55 и старше, да? Там практически никогда не входит. Но если вы покупаете уже у застройщика, даже если вы покупали там в 2000 году, они все равно как бы лот, он продается с домом. Да, я видела этот вопрос, ну, земля принадлежит дому. Окей, это хорошо. Она отдельно не продается. Поэтому мы и платим налог на землю, потому что мы ей владеем. Вот, так что давайте посмотрим вот кухонь там. Очень даже симпатичная кухонка. И надо заметить, немаленькая вообще даже. Очень даже приличная, я бы сказала. И тоже есть островок, как мне нравится. Это тоже островок большой, мне тоже так нравятся большие островки. Да. Это называется Family Room. Да? Family Room. Гостиная. Гостиная тоже хорошая. Вообще здесь как-то очень уютно, мне нравится. Мне нравится, очень планировка, да. Я, кстати, сегодня у меня есть планировка. Я тебе пока уже вышла. У меня здесь планировка этого дома, потому что многие интересуются. О, классный, классный. Да, который поменьше дом. Я не смогла его показать, у них нет модели. Да, это все есть. Давайте. Давайте пройдем дальше. Пройдемте в номера. Это хозяйская? Хозяйская спальня. Так, посмотрим, как это все с мебелью красиво. Вообще очень так стильно. Все такое новенькое. Так, хозяйская ванная комната. Здесь две раковины, что очень даже хорошо. Но обычно в хозяйских всегда две раковины есть. Так, душевая. Интересно, она тут... Здесь что-то будет или ничего? Интересно, да? Шторка. Нет, они вот сдаются так. Ну, наверное, шторка должна быть, да? Ну, честно говоря, уже хозяин может поставить... Выбирает что-то. Но застройщик не оставит ничего здесь. Понятно. Здесь тоже кварц. Да. Что хорошо. Так. Туалет отдельно закрывается. Это тоже плюс. Здесь есть ниша от шампуни. Проходим дальше. Давайте посмотрим. Ну, этот дом, именно этот лот, он выходит на дорогу. Но здесь продаются лоты. Они, как бы... Я сейчас не смогу их сегодня показать. Потому что там еще ничего не построено. Может быть, даже мы проедем. Я, возможно, покажу один лот за 8 тысяч, чтобы вы посмотрели разницу. То есть, это стандартный лот за 2 тысячи долларов, который уже включен... Включено в цену дома. Хорошо. И понимаете, то ли это будет дорога, или это будет сосед на заднем дворе, да? Сосед, если неплохой, то лучше, конечно, чем дорога. Но тут не угадаешь. Я хотела сказать, что вот этот ланай, беседка, я не знаю, как это называется по-русски, но здесь называется ланай. Это тоже отдельный, как бы... Отдельный элемент. Который можно выбрать с домом, который нет. В цену этого дома, я думаю, что... Я не знаю, в две... Ну, та цена, которую я назвала, 245. Я не уверена, если это именно вот эта модель. Вот именно этот дом. Но это просто эта модель. Вот. Насколько я знаю, мой покупатель выбрал опцию ланая. И она ему стоила дополнительно где-то еще 4 тысячи долларов. Но здесь это то, что вы не сможете просто добавить. Да, 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 сами не можете, конечно, конечно. То есть все, что можно самим в будущем сделать, это лучше исключить. А бассейн? Можно ли сюда включить бассейн? Или здесь вообще без бассейна? Здесь без бассейна. Да, достройщик здесь не строит бассейн. Вы можете как бы нанять потом свою компанию, свой контрактор. А, окей. А в комьюнити есть бассейн? В комьюнити есть бассейн такой маленький. Не важно. Главное, что есть. Итак, получается, мы посмотрели все? В доме посмотрели все. В доме посмотрели все. Можно, может быть, обойти в вашем виде. У нас заняло намного меньше времени. Чуть-чуть поменьше этот дом. Естественно, цена меньше. Что еще вам рассказать про этот дом? А налог? Так, налог. Вы знаете, дома новостройки, как такового налога еще нет, потому что налоговый период будет следующим. Будет известно. В этом комьюнити уже продался дом. Он поменьше размером. 1688 квадратных фейд. Налог здесь у них указан 2800. Хорошо, нормально. Да, здесь 2800. Ну, вот я просто смотрю на листик. По мне себе. Еще я хотела сказать вам про такую вещь. Я не знаю, хочется ее быстренько так сними. Я тебе могу ее потом послать отсканировать. Да, мы еще обязательно тоже так сканируем. Это мне застройщик рассчитал, как бы, если кто-то берет с conventional loan, да, то есть с кредитом 20% down payment, и он мне здесь рассчитал, как бы, ну, сделал весь расчет, сколько будет в месяц будет оплата, сколько будет closing cost. Кстати, они очень-очень хотят, рекомендуют использовать их личного preferred lender, да, который они сами вам предоставят. И в этом случае lender покрывает 10 тысяч долларов вашего closing cost. О, хорошо. А за какую сумму можно такой дом сдать? Я проверяла рынок, здесь где-то 1600-1650. Ну, это я, подождите, я проверяла трешки. Скорее всего, будет 1700-1750, 4-4. Я просто проверяла на строевых покупателей, которые... То есть не на короткий срок, да? На долгий, здесь короткий срок не... Нельзя. Я просто смотрела трехбедрумные для своего инвестора, вот, и они же 1600-1650, 4-4. А сколько нужно было бы платить банку, если взять? Здесь вот у них как раз-таки все это расписано. Если вы берете кредит у банка, то, значит, ежемесячные выплаты банку будет 1153, ну, плюс еще страховка. Да, interest rate они указали достаточно здесь высокий, но они так стандартно, потому что под каждый случай будет разный interest rate, но они указали 325, это очень высоко. Сейчас очень высоко, да. Раньше было это очень низко. Сейчас можно найти и за 2,7, 2,85, да, и 2, даже с половиной я встречала. Вот, и также здесь HOA будут всего 9 долларов в месяц, но здесь будет CDD. CDD, оно включается, еще дополнительно идет к налогу. CDD есть практически во всех новых комьюнити, во всех новых... Что это? development, это такой зверь, который мне все знают, что это такое. Это community development district. Если перевести на, как бы, более на простой язык, здесь есть комьюнити, но оно еще не инфраструктура, еще она не налажена. И поэтому Каунти берет дополнительный CDD, вот этот, сверху налога, чтобы они делали инструктуру всего района. То есть все люди, которые покупают новую застройку... Должны им немножко вкладываться. Очень много. Некоторые застройщики, они, например, уже давно купили землю. Я спрашивала застройщиков, они уже давно купили землю, им уже все вокруг инфраструктура готово, а там нет CDD. Но в новых районах оно платится, да. То есть все магазины, школы... Это будет магазины, плазы, школы, медицинские офисы, то есть дороги, да, дороги, площадки, ну все, что... Ну это, да, вот, этого не избежать, на самом деле. И сколько? Так, это 163 доллара в месяц. Это не и чуей. Это плюс к нам. А оно когда-нибудь закончится, в конце концов? Они опускаются постепенно, да, я даже... В течение нескольких лет? В течение нескольких лет, да. Окей, хорошо. Они опускаются постепенно. Это что-то новенькое для нас, мы не знали такое. Может быть я напишу статейку? Да. Я сама, да, я сама как-то задумывалась, люди не знают, что такое CDD, и потом, когда приходит налог, вроде налог скажут, здесь реально налог, он 2800, а потом... Удивляются. Да, а что это еще такое сверху налога? Да, это идет, это CDD. Если вы будете платить кредит, плюс HOA, плюс CDD вот этот, то у вас будет... И плюс страховка на дом, кстати, и налог на дом, то у вас в месяц будет выходить 1330 приблизительно. В месяц. Запомните, что налог на дом и страховка. Есть человечек у тебя на YouTube-канале, который как бы говорит, что не забывайте о том, что вы еще будете дополнительно платить налог и страховку. Это обычно входит как бы в... Вы платите налог и страховку ежемесячно своему лендеру, а по истечении как бы 12 месяцев, когда уже будет налоговый период, лендер за вас это платит. То есть это все включено в ваш ежемесячный платеж вашему кредитору. Слушай, ну хороший дом, мне понравился. Да, мне тоже понравился. И цена такая не кусачая. Совсем не кусачая. Ну, кстати, здесь есть дома и... Ты снимаешь? Да. Здесь есть дома и подешевле. Это я вам сейчас показала. Да, я вам сейчас показала модель 4-бедрум, 4-спальни модель. У них просто нет сейчас доступной модели, которая... Она стоит на самом деле 214-тысяч. Да. Очень похожа на эту модель, только без одной спальни. Три спальни всего в той модели. Но опять-таки 214-тысяч плюс лот, там вот мы взяли 8-тысяч, плюс ланай 4-спален тысячи. У нас где-то вышло 230. Вот уже будет законченный проект. Понятно. В этой модели сколько еще раз спален? 4-спальни. 4-спальни. Хорошо. Из некоторых спален можно же сделать что-то свое, например, кабинет правильный. Ну да, офис нужно сделать. Ну, смотря сколько у вас людей живет. Может быть, каждую спальню использовать, а может быть, и нет. Я бы, например, сделала офис в той спальне, которая у нас экземпляровая по пакетам. Вот там спальня. Оно считается спальней. Ну да, это просто здесь пока офис. Да. В принципе, да. Ну, вы знаете, опять-таки, бюджетный вариант, я считаю, что они неплохо распределили всю начинку этого дома, да, на 1800 квадратных футах. То есть, это реально планировка очень хорошая. И дом окажется просторным. Да. Потолки не давят. И тот дом, где три спальни, он, в принципе, планировка очень похожая, вот как я сказала, только без одной спальни. Он тоже не кажется как бы маленьким, хотя он 1450 квадратных, да, он еще меньше. А можем посмотреть, еще здесь же есть гараж, да? Гараж мы попустили, наверное. А на две машины же, да? На две машины, да, классно. Ага, сейчас рядка. Так, этот цвет. Вот тут еще кое-что. Кресло какое-то стоит. Краска, двери. Все, большой гараж. Замечательно. Короче, нам понравился этот домик. А вот такой же точно, интересно, где-нибудь в области Метро-Вест. Сколько будет стоить? Это уже совсем другая сила, да? Ну, во-первых, Метро-Вест там застройщики сейчас. Там все как бы старые застройки, нет застройщиков. Если такой же дом, например, в том же Винтермире или Винтергарден, где сейчас, где вот мы уже показывали другие дома, то он будет стоить приблизительно 350, 375, 400. Ну так, то есть он уже... И 450, да, то есть на самом деле... 150 тысяч дороже будет. Ну, 50% дороже. На самом деле... Я не знаю, ты так быстро посчитал. Конечно. Нет, на самом деле Винтермире и Винтергарден, это единственный, по-моему, такой вот застраивающийся район новыми домами, да, который близко к Орландо находится. Даже недалеко от Метро-Вест. Вот. Этот район, как я сказала, он в сторону Тампы на юг от Орландо. И, естественно, цены здесь будут дешевле. Также я не рассказала, что здесь школы рейтинга не очень такого хорошего, да. Вот. Но я имею в виду, не настолько хорошего рейтинга, как там. Ну, то есть здесь... Не всем нужны школы. Не всем школы и нужны. Здесь, например, в принципе, есть одна из самых, мне кажется, лучших. Господи, чартерная школа, да. То есть не публичная, а чартерная совсем слововая выскочила. Очень хорошая школа, но туда не попасть. Там очередь из десяток детей, десятки-десятки, и очередь очень, как бы, длительная. Вот. А паблик-скулс, опять-таки, я хочу сказать, что здесь сейчас планируется элементарь, школа новая. А новые школы, они строятся уже, в принципе, с хорошим рейтингом, а там уже как они потянут этот рейтинг или нет. И, естественно, если школа с хорошим рейтингом, сразу цена будет расти. Это как устроена, в принципе, вся Америка. На этой ноте я хотела бы с вами попрощаться. Если у вас есть любые вопросы по новым застройкам, по квадратуре, по планам домов, в принципе, любой вопрос по недвижимости в Центральной Флориде, пожалуйста, пишите. Я буду отвечать под вашими вопросами. На этом до свидания. Спасибо большое за просмотры. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok тысячи дороже стандартного лота. Ну, давайте пройдем, посмотрим, что такого в этом лоте. Вот это вот будущий дом. Во-первых, лот размером, он больше, чем другие лоты. И также, смотрите, здесь просто вид на такую зеленую зону, да, то есть у вас не будет ни соседей, ни дороги. Вы можете сидеть на своей веранде, наслаждаться таким зеленым видом. Здесь просто лужайка. Да, кстати, я вот не сказала в доме, что заборы тоже не входят. То есть заборы вы тоже, даже как и бассейн, для забора вы нанимаете отдельного контрактора. Когда вы покупаете дом, вы уже огораживаете забор. Ну, конкретно здесь нужен забор, это обязательно или это опция? Нет, не обязательно. Если вы хотите забор, чтобы приватность какая-то была, здесь не обязательно забор. Вот посмотрите, соседи, например, есть забор. А, я думаю, они поставили забор, скорее всего, у них есть и бассейн уже. Да, соседи уже есть забор, они уже полностью построены. Скорее всего, живут. А вот детская игровая площадка. Недалеко. Совсем площадкой назвать. Маленькая площадочка. А можно нам сюда нос усунуть? А давайте попробуем. Отсюда точно не выгодят. Это модель Томпсон. Я, честно говоря, не уверена, сколько здесь квадратных фил. А здесь прохладнее. Это большая модель. А вот, кстати говоря, вот, пожалуйста, это блоки. Посмотрите, первый этаж бочный, а второй этаж уже деревянный. Кстати, очень полезно, да, зайти в такой модель. А там уже идет деревянный фрейм, рамка деревянная, и второй этаж обычно дерево. И перегородки, соответственно, дерево. И перегородки. Вот, в общем-то, можете посмотреть, как здесь все строится. Кому это интересно. Я уже все, я уже читаю, ковид. Китчин. Здесь у них даже вот распланировано все подписано. Павла, здесь будет раковина с окошка на зеленую лужайку. Здесь будет лидом. Дверь стоит даже. Так, это что? Это гараж, да, будет? Гараж на две машины. Вот, потолок деревянный. И, соответственно, на второй этаж пол там тоже деревянный. О, лестница-то уже готова. Ну, пожалуй, мы туда не пойдем. Я бы, наверное, не рисковала сейчас подниматься. Да, я бы тоже. А вот это от кондиционера, да, трубы? Это от Central, да, центральная система кондиционера. А это уже, интересно, внутренние листы. Это были в лестнице, да, похожи на листы такие. Так вот, тут пол уже готов, такой ровный. Китоны. Ну, все, в общем-то. А здесь что у нас будет? Казарингром, вау. Это они так назвали гостиную. Гостинная. Газарингром. Даже, честно, с... Обычно. Обычно это называется или фэмилирум, или иногда люди ливингрум называют, но газарингром... Что мы вот так можем выйти, да? Так же тоже мы можем выйти. Да, конечно. Вот. Ой, как внизу, короче. Ну, пока еще все находится в жестком строительстве. Вы знаете, в этом комьюнити, если вы заметили, уже многие дома практически, люди уже живут. Машины везде стоят, заборы, бассейны, если, наверное, посмотреть в забор. Здесь осталось всего несколько лотов. Здесь осталось, по-моему, она мне сказала, лота 4 в этом комьюнити. Ну, они строят в соседних комьюнити, они строят как бы везде. Ну, это просто как вот экземпляр, что такое новая застройка и бюджетные варианты. Я просто хотела вам это показать. Посмотрели семью. Нам тоже было интересно. Так, вот так вот. Дом выглядит сбоку. Ну, в общем, все. Думаю, на этом мы можем уже попрощаться. И до новых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok